Радио Баба Клава. Будет очень интересно. Всем привет! Турник, 13 июля за окном. На календаре, можно сказать, середина лета. Жара совершенно не хочет от нас с вами никуда уходить. Ну да не будем о погоде, давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Сегодня, кстати, отмечается Международный день головоломки. А как известно, головоломки и даже некоторые игры на наших смартфонах способны тренировать мозг. Вы слушаете Радио Баба Клава. В ближайшее время с вами буду я, Данута Хлысня. Как всегда, поделюсь порцией новостей и надеюсь хорошим настроением, несмотря ни на что. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Вы потратите на это максимум 20 секунд, а мне потом радость на целый день. Свежие, интересные и важные события нашей страны и не только будут в начале выпуска. Короткие новости днища, как обычно, последуют за ними и ближе к концу выпуска. Познакомлю вас с курьезными новостями, которые появились в мире за последние дни. Итак, для сдерживания угрозы нелегальной миграции Национальные вооруженные силы Латвии со вчерашнего дня, с 12 июля, оказывают поддержку государственной пограничной охране на границе с Белоруссией и Россией. Определено, что до 11 августа военнослужащие Национальной гвардии будут оказывать поддержку шести пограничным подразделениям. Ежедневно на усиление пограничников будут выделять 24 нацгвардейцев, а также 6-12 единиц транспорта. При охране внешних границ Евросоюза Национальная гвардия будет подчиняться государственной пограничной охране Латвии. Министр обороны Латвии заявил следующее, цитата. Учитывая целенаправленное давление, которое Беларусь оказывает на Литву, мы также должны быть готовы к аналогичным вызовам нелегальной миграции на восточной границе. В то же время это вопрос эпидемиологической безопасности, поскольку большой и неконтролируемый приток мигрантов может увеличить распространение COVID-19 в Латвии. Кстати, Литва уже начала строить на границе заграждения, из колючей проволоки, а параллельно еще и возводится забор. Боюсь, что скоро всем прибывшим мигрантам, нелегалам придется проделывать такой же путь обратно домой. Ведь на островке стабильности даже жители Ирака, Конго, Камеруна и Гвинеи оставаться не хотят. Спонтанные уличные протесты начались в нескольких городах Кубы. В социальных сетях отмечают, что люди недовольны некомпетентностью, жадностью и репрессиями властей. Основными претензиями стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости в стране. Также жителей обеспокоила повторная вспышка коронавируса, которая привела к тому, что все больницы переполнились. Президент и глава коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что это США несут ответственность за беспорядки. Он призвал коммунистов страны выходить на улицы для противостояния провокациям против властей. «Мы призываем всех защитников революции и всех коммунистов выходить на улицы в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни». В кубинских протестах виновата Америка, в белорусских, литовские и польские кукловоды. Параллель не проведет только ленивый между подобными заявлениями. Осталось узнать реальный рейтинг коммунистической партии Острова Свободы. А узнать это легко. Достаточно посмотреть, много ли коммунистов выйдет на призывы кубинских властей. Напомню, в Беларуси никто даже и не призывал. Слазили в принудительном порядке на автобусах со всей страны. Депутат Палаты представителей и председатель либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что его дом подвергся нападению. Вот что Гайдукевич написал на своей странице в Фейсбуке вечером 11 июля. Цитата. Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью. Первая бутылка взорвалась. По счастливой случайности никто не пострадал. Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят. Работает следственная оперативная группа. Установили уже три бутылки со смесью. Слава богу, никто не пострадал. Взорвалась одна бутылка из трех. Ага. А еще украли две куртки замшевых и два портигара отечественных. Нет, три. А если серьезно, председатель партии, пусть даже лукашенковского парламента, должен как минимум грамотно писать. А в тексте Гайдукевича я не нашла нескольких запятых. Заглавную букву, пробелов и дефиса между словами следственно-оперативная. Хотя что это я зря наехала. Зато он наверняка знает наизусть все стихи Быкова. Американский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля отправился в космос. На борту ракетоплана Юнити, помимо Брэнсона, находятся еще три пассажира. Сначала специальный самолет поднял ракетоплан Юнити на высоту около 20 километров. Затем ракетоплан отсоединился от носителя и запустил собственный двигатель. Юнити поднялся на высоту более 80 километров. Там пассажиры порядка 6 минут пробыли в невесомости и увидели Землю с высоты. Затем пилоты с помощью ручного управления посадили Юнити в космопорте. Приземлялся он как планер, тормозя подвижным хвостовым оперением. Кстати, через 7 дней в космос должен отправиться богатейший человек в мире, основатель Амазон Джефф Безос. Его аэрокосмическая компания Blue Origin является конкурентом Virgin Galactic. За день до полета Юнити в Blue Origin заявили, что не считают его космическим, поскольку корабль не преодолеет линию кармана в высоту в 100 километров, которая считается международной границей космоса. Кроме того, летательный аппарат Virgin Galactic называли высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем. Так, а что же с полетами у нас? А у нас тоже 7 человек немного полетали. 50 июля на малой родине Лукашенко на Шкловщине в Александрии проходил праздник «Александрия собирает друзей». Сильный ветер поднял в воздух несколько надувных аттракционов. Сначала пресс-служба Минздрава сообщила о том, что за медицинской помощью обратились всего 5 человек, двое детей и трое взрослых. Позже начальник главного управления по здравоохранению Могилевского область полкома Александр Старовойтов уточнил, что пострадавших увеличилось до 7. По словам Старовойтова, одну из пострадавших девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии, а жизням пострадавших ничего не угрожает. Честно говоря, я давно не помню такое количество природных катаклизмов и техногенных аварий в Беларуси. Все это напоминает какое-то сбывающееся пророчество о крахе империи знака. Гомельский рэпер Серега, он же Сергей Пархоменко, он же полиграф Шариков, он же автор одного хита про черный боммер, он же сбитый летчик и он же тот, кто отказался от белорусского гражданства в пользу украинского, выступил на концерте, приуроченном к празднику Купали в городе Александрия, в ходе которого публично пообнимался с Лукашенко. Хип-хоп-артист заявил со сцены, что у нелегитимного самое сильное рукопожатие в Центральной Европе и он не может уйти, не убедившись в этом цитата. «Иду к вам без галстука, понимаю, что это неэтично, но ведь Гордону можно было, а мне, простому белорусскому парню, не слабо», – сказал Серега. После этих слов исполнитель спустился со сцены, подошел к Лукашенко и протянул ему руку, затем они обнялись врут не только в Центральной, но и в Восточной и Западной тоже. Ну и, естественно, рукопожатие. Закончил в итоге певец. После этого Пархоменко и Лукашенко успели еще раз обняться и что-то шепнуть друг друга на ушко. Ну вот теперь мы добрались до новостей днища. Итак, новости днища. Твиттер заблокировал новый профиль Протасевича. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. ИЭС заявил о возможной приостановке выдачи виз белорусам из-за потока нелегальной миграции. Беларусь и Иран готовятся провести в Минске заседание комиссии по экономическому сотрудничеству. Макей заявил, что Беларусь откроет прямые авиарейсы в Крым, если это будет экономически выгодно для общества и государства. Министр культуры заявил, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы творить. Лукашенко сказал, что Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Монголией. Главного редактора Орша Юум обвиняют по статье об осквернении сооружений. Министр культуры заявил, что интерес к славянскому базару никуда не пропал, а наоборот только увеличивается. А те артисты, что отказались приезжать, теперь жалеют, что поступили так по отношению к этому великому событию. Желающих работать в милиции начали искать по объявлениям в газете и на заводах. 8 июля начальник Витебской таможни упрекнул ЕС в недостаточном соблюдении международных обязательств, а уже 9 июля Лукашенко вручил ему генеральские погоны. КГБ заявили, что весь силовой блок страны работает над поиском лиц, состоящих в деструктивных чатах. И давайте теперь посмотрим, что же интересного произошло в мире за эти дни. Курьезные новости. Жительница Уэльса вернула библиотечную книгу, взятую 300 лет назад. Книга «Вера и ритуалы человека церкви Англии», изданная в 1704 году, пришла в кафедральный собор Шеффилда по почте. Из записки, приложенной к посылке, следовало, что отправительница жила в Уэльсе и нашла там среди вещей умершей крестной матери книгу. В завещании покойной было указано, что книгу необходимо вернуть в библиотеку. Библиотека собора была популярна у горожан, пока ее не закрыли в 1800-х годах. Вице-декан кафедрального собора Шеффилда пошутил, что штрафа за просрочку хватило бы на оплату новой крыши собора. Но я пообещал семье, что не буду взимать штраф. Они вернули книгу, и это чудесно. Саудовского принца Фейсала Ибн Турки Ибн Абдаллаха Аль-Сауда обвинили в плохом обращении с прислугой. Во французскую полицию обратили семь филиппинских нянь и уборщиц, работавших в парижском особняке принца. Они рассказали, что он, его жена и дети унижали их, морили голодом и не разрешали спать. При этом им платили всего 300 евро в месяц, хотя зарплата, оговоренная в их контрактах, была вышенной. Одна из нянечек рассказала, что отпрыском принца разрешали плевать ей в лицо. Другая утверждает, что если кто-то из детей плакал, то ее били по лицу. Няне были обязаны выполнять любые детские прихоти, а потом отвечать за последствия. Например, их наказывали, если ребенок по собственному желанию объедался мороженым, а потом у него болел живот. Как рассказали женщины, они должны были работать до тех пор, пока принц и его жена не уснут, что часто случалось и в 3 часа ночи, даже позже. Однако уже в 7 часов утра начинался новый рабочий день, и няни должны были присматривать за четырьмя детьми читы. В результате на сон оставалось меньше трех часов. Прислуги приходилось питаться объедками со стола Аль-Сауда, причем только на кухне, которую открывали на время обеда и после сразу же запирали. Зачастую в обед они исполняли указания принца, не могли попасть в кухню вовремя и потому оставались голодными. По французскому законодательству, максимальное наказание за использование рабского труда составляет 10 лет тюремного заключения. Однако французская полиция не может задержать или допросить Аль-Сауда, так как он уехал из Франции и пользуется дипломатическим иммунитетом. 85-летняя женщина из Нью-Йорка рассказала о поисках новой любви и страсти молодых мужчин. После развода с мужем в 1984 году Хэти Ретроуд ждала себе слово встречаться только с молодыми мужчинами. Недавно она ушла от 39-летнего любовника и теперь находится в поисках нового избранника. «Теперь я снова могу ходить на свидания и заниматься любовью», говорит она. Несмотря на почтенный возраст, Ретроуд освоила мобильные технологии. Одно время она ходила на три свидания в неделю и утверждает, что ни разу не встречала мужчины, который не хотел бы с ней переспать. «Вчера утром мне позвонил парень из Израиля и сказал, что влюбился. Это так мило!» Рассказала она о последних успехах. Кстати, Ретроудж работает над автобиографической книгой «Хроники хищницы» и надеется, что ее опыт поможет другим пожилым женщинам вступать в отношения с молодыми людьми. Радио Баба Клава Создано под женщинам А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы оповещения о новых видео приходили к вам. Оставляйте комментарии, пишите их приятности, делитесь своим мнением о послушном и увиденном. А с вами была Данута Хлусня и радио Баба Клава. Всего доброго и пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин